Фабио Мастранджело 56 лет. Свой день рождения знаменитый маэстро решил отметить на рабочем месте за дирижерским пультом симфонического оркестра «Северная симфония» в здании театра «Мюзик-холл» в Санкт-Петербурге. У меня знакомство с русской музыкой продолжало очень рано в жизни, в возрасте пяти лет, когда я начал учиться на рояле, на фортепиано. И сразу мне предоставили произведения Прокофьева, естественно, для молодых пианистов, естественно, не седьмая соната, допустим, а Кабалевского, Хачатурьяна и так далее. В концерте «Амора Мио» приняли участие звезды мировой оперной сцены. Из Италии поздравить маэстро прилетела Даниэла Скелачи, солистка театра «Ла Скала» и римской оперы. Когда я здесь, в России, у меня всегда возникает ассоциация со вторым фортепианным концертом Рахманинова. «Русская душа для меня фантастична и загадочна». Фабио Мастранжело – профессионал высочайшего класса, но вместе с тем он чуткий и душевный человек. Об этом в один голос говорят его коллеги. Василий Герелло взял паузу в туре и прилетел из Москвы специально, чтобы спеть на праздничном концерте в честь своего именитого друга. Во-первых, он мой друг – это многое что. Легкость, в которой можно… Легкость поведения на сцене, в жизни, в музыке, но тем не менее он придерживается того, что написал композитор. Это очень здорово, когда человек легок и сочетается с музыкой. Так что я благодарен. С ним очень легко, как на курорте. На хорошем курорте с ним легко петь. Простота вместе с дарованием, которое граничит уникальным образом, это позволяет находить общий язык с оркестром и творить потрясающие краски. И с нами, с солистами, раскрывая дарование каждого. Молодой солист театра «Мюзик Холл» Клим Тихонов рад и счастлив выйти на одну сцену вместе с прославленными музыкантами мирового уровня, приехавшими в Санкт-Петербург, чтобы почтить выдающегося дирижера современности. Для меня это, прежде всего, огромная честь. То, что маэстро позвал меня выступить на одной сцене с такими мировыми звездами, это очень волнительно. Но я, прежде всего, вложу все силы в свое выступление и от всей души постараюсь поздравить маэстро. Буду работать на все сто. Помимо своей основной деятельности, Фабио Мастранжело основал Фонд развития музыкального искусства, благодаря которому он поддерживает талантливых коллег и начинающие дарования. Маэстро придумал абонементы для юных и взрослых любителей прекрасного. Чтобы посмотреть спектакли, смогли люди даже с самым скромным семейным бюджетом. Я практически создал фонд параллельно к тому, что стал художественным руководителем этого театра, потому что знал, что будущее – это, конечно, частные спонсоры. Будущее просит, когда ты хочешь свободу в программировании, ты должен иметь свои финансы. Итальянские мастера искусств от самого основания Санкт-Петербурга вносили в культурную жизнь северной столицы заметный вклад. Имена Зодчих Росси, Кваренги, Трезини, Ринальди, Растрелли вписаны золотыми буквами в отечественную историю. Без их участия облик города Святого Петра был бы совсем иным. И сегодня можно уже с уверенностью сказать, что Фабио Мастранжело стал для петербуржцев и россиян родным человеком. Его увлеченная работа возводит мосты дружбы между разными странами, народами и национальными традициями. Фабио, фрателло мио, аугури!